Всем привет! Я Аня и сегодня мы продолжим шашлычную тему и приготовим три соуса к мясу. Соус первый, чесночный. Нам нужен базилик, пармезан, кедровые орехи, оливковое масло, чеснок и соль. Я крупно нарежу базилик и вместе с чесноком и кедровыми орехами отправлю в блендер. Натираем пармезан. Добавляем пармезан и пасту из блендера в оливковое масло. Пармезан, конечно, и так соленый, но добавление соли делает вкус соуса сбалансированным. Первый соус готов. Пока мы делаем два других, он настоится, потому что масло возьмёт в себя аромат базилика и чеснока и будет очень душистым. Соус второй, томатный. Нам понадобятся помидоры, болгарский перец, лук, петрушка и кинза, соль и перец. Чтобы снять шкурку с помидоров, я залью их кипятком. А чтобы она легче снималась, сначала я сделаю надрез. А пока я нарежу перец. Режем крупными кусками и снова блендер. Добавляем к зелени луку овощную пасту. Соль, перец и перемешиваем. Второй соус готов. Соус третий, горчичный. Для него нужен тархун, несладкий йогурт, горчица, соль и перец. Здесь вообще всё просто. Режем тархун и перемешиваем с остальными ингредиентами. Я отрываю нежные веточки, чтобы стебель не класть в соус. Третий готов. Для тех, кто любит майонез, очень похож по вкусу, но значительно полезнее. Теперь можно упаковать соусы в пластиковые контейнеры и взять с собой на шашлык. С таким выбором точно уж можно угодить любой компании. Но если вместо шашлыка у вас случайно получились пельмени, то эти соусы прекрасно подойдут и к ним. Приятного аппетита! Приятного аппетита!